приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и недостатки сегодня уделим внимание народным приметам на 9 апреля поговорим о том что можно делать в этот день что ни в коем случае нельзя делать того чтобы не навлечь беды и проблемы в свою жизнь далее более подробно все в этом видео сегодня 9 апреля православные люди отмечают день памяти святой мученицы матроны солунской святая матрона обитала в городе сосала некий что в греции примерно в третьем четвертом веке девушка выросла в обычной семье была неприметной рабыней у супруги военачальника иудейки иудейки по имени пафтила сама хозяйка видела как матрона молится и верует в бога поэтому поначалу настаивала а потом и вовсе а принуждала ее к отречению от христианства матрона конечно же не слушала свою хозяйку и отказываться от веры не хотела а сама втайне от всех входила в церковь и продолжала молиться со временем госпожа пафтила узнала об этом и сказала жестоко издеваться над матроной после чего оставила и вовсе умирать у себя же дома в одной из темных и никому не нужных комнат в итоге в четвертом веке святая пострадала за веру в бога по народному календарю 9 апреля отмечают день наставницы матрены само название пошло от того что зачастую бывали утренние заморозки а люди потом ходили по нему как по наступу ко дню матроны сходил обычно последний снег святая матрона считалась одной из главных покровительниц и защитниц хозяек все девушки старались в этот день сходить в церковь и поставить свечки попросить божьего благословения за труд здоровья крепкого для семьи и благополучия женщины также не забывали молиться за добрый и богатый урожай и конкретно за репу репа являлась одним из главных ингредиентов у хозяйки на кухне поэтому за нее и переживали больше всего на руси любили репу и знали очень много рецептов с использованием ее также и использовали и в медицинских направлениях репу наши предки парили варили запекали фаршировали и делали и даже из нее обычное пюре о том насколько ее любили и она была популярна говорит старая всеми любимая поговорка того времени проще пареная репы в некоторых городах на руси 9 апреля этот день называли полу репицей оставшиеся запасы зимы тщательно осматривались по рассказам наших предков остатки овощей собирали в кучу их нужно было разделить на две части в одну стопку клали отборные овощи для дальнейшей посадки и разведения будущих семян а во вторую стопку шли овощи в более плохом состоянии из которых готовили уже еду крестьяне этот день чтили все тхачики они знали что это последний день когда можно было выйти на улицу и отбелить холсты положив их в ряд на снежный наст если следовать народным приметам то 9 апреля прилетала так называемая овсянка история такова что теперь сани нужно было чистить и прятать в чулан и времянки а передвигаться уже только на тележках с колесами по приходу овсянки народ говорил овсянка запела покинь сани да возьми воз прилетит прилетала не только овсянка а южи и чибисы и пегалицы чайки по их прилету людей уже были свои народные приметы по которым они определяли например ту же погоду если чибис кричит с утра к ясной погоде а если он низко летает ток сухой а по прилету чаек люди понимание понимали что лет скоро сойдет и по будет потихоньку пробиваться земля когда замечали что начинает опадать третья по счету хвоя то через недельки 2 пойдет и река утренний и не с туманом давал народу надежду на добрый и урожайный год в этот период начинала цвести серая ольха серую и клейку ольху очень часто применяли в народной медицине в то время и по сей день она является официальным лекарственным растением ольха использовалась как противомикробной и противоопухолевым средством применяли и для лечения простуды и суставов согласно представлениям наших предков не стоило сегодня менять постельное белье встряхивать крошки с кровати и даже вытрушивать простыни такие действия были чреваты изменой судьбы а крестьяне хорошо знали что влиять на судьбу категорически нельзя было поэтому старались сегодня быть аккуратнее с едой избегали всевозможных перекусов на кровати или диване и оставляли смену постельного белья на завтра послезавтра лучшим решением будет сходить в кафе с кем-то на обед или в гости кому-то посмотрите новый фильм в кинотеатре или просто прогуляйтесь улицами родного города в эту прекрасную погоду хотя сегодня и праздник но отказываться от работы а уж тем более лениться было запрещено в этот церковный праздник день памяти святой мученицы матроны солунской было даже грех ничего не делать так как святая провела всю жизнь в хлопотах и заботах тяжело работая рабыней у супруги военно начальника поэтому самое время сделать или доделать все дела которые были отложены на потом также беременным девушкам сегодня запрещали гулять самим или там где они могли встретить злых и дворовых собак все дело в том что они могли хорошо напугать девушку а если такое происходило то считали что ребенок будет page по жизни слабым и трусом сегодня старайтесь ни с кем не ссориться не заводиться и быть лояльным к по всем вопросам которые касаются даже вас воспринимайте все с улыбкой с добротой и холодной головой не стоит раньше времени делать вывода уж тем более с кем-то ругаться дело в том что сегодняшний день очень располагает криком к ссорам слезам и даже дракам люди в это время и вовсе говорили что если сегодня поссориться то и помириться уже не получится даже пытаться не стоит поэтому мы все-таки рекомендуем 9 апреля держать эмоции при себе стараться идти на различные компромиссы или вовсе отложить вопрос до завтра для сохранения важных для вас отношений 9 апреля отмечают именины люди с таким именем это гавриил иван матриона и федосий также в этот день 9 апреля не рекомендуется делать какие-либо косметические процедуры и вообще серьезно вмешиваться в свою внешность считается что от этого станет только хуже нельзя сегодня встряхивать одеяло и менять постельное белье в противном случае может перевернуться и встать не самым лучшим образом ваша судьба также 9 апреля не забудьте поблагодарить всех те кто давал вам деньги в долг для этого нужно произнести обязательно следующие слова отдаю с благодарностью и добрыми словами чтобы деньги у тебя всегда возводились у меня не переводились а еще обязательно сегодня стоит помолиться чтобы был хороший урожай летом для этого специально шли в церковь и просили у господа хорошей погоды и мягкой земли далее друзья у нас с вами лунный календарь на 9 апреля 2022 года по лунному календарю друзья нас ждет сегодня 8 и извините 9 и 10 лунные дни растущая луна в знаке зодиака рак не стоит сегодня опасаться но вплотную приблизился один из самых неблагоприятных дней в этом лунном цикле он связан с периодом обольщений иллюзии обманов искушений и даже отравлений вспомните хотя бы великого шекспира эти лунные сутки сложной тем что человек все еще переживает те трансформации которые произошли с ним накануне трудно в какой-то степени смириться с новым положением вещей и своими новыми взглядами сомнения делать любого уязвимым в этот день так что рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными с непроверенными связями и недоброжелателями которые могут нанести удар в самое больное и не защищенное место не привыкнув к новой ситуации можно легко поверить в обман попасть в сеть иллюзий эти заблуждения впоследствии самым отрицательным образом могут сказаться и на карьере обманутого человека и на его здоровье и даже на личной жизни внешний мир сегодня будет атаковать плохими новостями различными искушениями и не самыми положительными эмоциями раздражаясь на все эти волнения по малейшему поводу сегодня можно проявить себя не самой лучшей стороны если заранее настраивать себя сегодня на полосу неудач день таким и получится просто будьте настороже контролируйте эмоции не допускайте плохих мыслей только так можно спастись от негатива этого дня внимательные сегодня детальный анализ всего что будет происходить поможет вам уберечься от враждебной энергии и избежать неверных решений если все-таки не удалось вам избежать неприятностей отчаяние тогда и злость ваши сегодня плохие попутчики принимайте все произошедшее максимально спокойно помни о том что безвыходных ситуаций не бывает любая ошибка это все-таки бесценный приобретенный опыт который послужит вам неплохую службу в будущем обязательно исправьте тот негатив который случился это позволит вам проявить вас с лучшей стороны также обращаем ваше внимание что сегодня могут приходить и дурные вести постарайтесь не реагировать на них слишком эмоционально возникающие бурные эмоции можно утихомирить дыхательными упражнениями а день следует провести спокойно и будничных делах и трудах не стоит сегодня и начинать ничего нового продолжать продолжайте делать то что начали или завершайте начатые дела романтический ужин тоже вполне может быть кстати но только в том случае если ваши отношения построены на взаимопонимании что же касательно стрижки волос то постарайтесь не делать необдуманных поступков и ни в коем случае не стригите волосы стрижка к сожалению а может быть к счастью не принесет вам пользы и скорее всего ухудшится состояние кожи головы всерьез подумайте об отмене записи к парикмахеру иначе этот визит может привести к серьезным заболеваниям сегодня без особого ущерба вы сможете позволить себе нарастить волосы но только лишний раз пожалуйста удостоверьтесь в качестве волос и вечером чтобы снизить напряжение поваляйтесь в расслабляющей ванной не забудьте сделать питательную маску для волос и лица окраска натуральными красителями отведет сторону массу проблем сделайте например прическу виде нимба это активизирует вашего ангела-хранителя и в этот день 9 апреля остерегайтесь разлить молоко это все таки не к добру и сегодня 9 апреля меньше смотрите в зеркало не случайно ведь в этот день именно и родилась народная примета о разбитых зеркалах друзья вот такой у нас с вами сегодня будет день 9 апреля обращайте внимание на те моменты которые наши предки донесли до нас с вами как всегда был канал зато река для тебя обязательно заходите на наш канал у нас друзья на канале очень много полезной важной нужно интересной и и нужная для вас информация обязательно ставьте лайк этому и поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья а мы уже с вами услышимся в следующем видео обращаем ваше внимание сейчас на экране видите два прямоугольника друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте и смотрите там очень много полезной важной и интересной для вас информации